Я сделаю обзор главпродукта. Вот куплю 20 банок консервов главпродукта и будут здесь час сидеть, в них ковыряться. Мне просто интересно, везде у вас такое говно или мне так не везет? Может, я такой невезучий просто. Как куплю главпродукт, так какая-то шляпа. Всем привет, это Василий, канал Завалий Едальник. И здесь, на этом канале, кто не в курсе, мы пробуем разную еду. И для тех, кто уже в курсе, я расскажу предысторию именно вот этого выпуска. В прошлый раз, на прошлом большом вторнике, позапрошлом уже, точнее для вас, ну неважно, я уже не помню. Ну, короче, был у нас вторник, когда мы пробовали ветчину в банках. И вся ветчина была приличной, кроме одной компании, главпродукта. Кроме того, до этого мы пробовали еще что-то, все было приличным, кроме главпродукта. До этого мы пробовали еще что-то, все было приличным, кроме главпродукта. В общем, главпродукт, это какая-то интересная, странная, непонятная контора, которая, по моим сугубо личным впечатлениям, делает все время какое-то калище. И это калище продает в магазинах. Потому что главпродукт, я чуть ли не во всех магазинах, в которых я заходил, Только у меня вот, я только в теплых ламповых магазах у дома, где постоянно на этаже клиентура, где стараются подбирать что-то более-менее приличное, там главпродукта обычно нет. Вообще в любом супермаркете, в любой там лентакей, магнит, что там еще, не помню там насчет метро и Ашана, но я думаю, что и там есть. Есть главпродукт. Я сказал тогда, бомбанув на эту вот самую ветчинку, что я сделаю обзор главпродукта как конторы. И вот я это делаю. Я тогда, правда, сказал 20 банок куплю. Но у них повторяется. Я подумал, что зачем покупать еще куриный паштет, если есть гусиный паштет, зачем покупать там перловую кашу, если есть гречневую. Ну вот как-то так я подумал. И в итоге 11 банок у нас. Интересно, что они делают вообще все консервы. То есть есть вот овощные, есть огурчики, есть вот какие-то продукты разогрел и съел, типа каши. Есть языки свиные, то есть типа деликатесик. Есть тушенка, шпроты, мясо кур, шампиньоны. В общем, всего до хрена. Огур и голубцы есть ленивые. Тоже интересно. Сейчас мы все это попробуем и будем смотреть, делают ли они вообще что-то приличное. Короче, я придумал что? Ну как придумал? Супер изобретение, вообще не человеческое. Гениальность у меня присутствует в голове. По левую руку сядут те, кого есть нельзя, по правую руку те, кого есть можно. Вот так мы разделим сегодня. Аганцев от Козлич отделим. Интересно, сколько товаров окажется справа от меня. Я вот запасы тарелками, открывашкой, салфетками. Короче, начинаем. Будет, я думаю, интересно. И вот GoPro поставили, ее зовут Юля. Будем, чтобы Руслану не бегать, не снимать каждый продукт в отдельности. Мы сюда будем выкладывать и посмотрим, чего там можно есть, чего нельзя. Сейчас, извините, я глаза почешу. Глаза чешутся у меня. Обливательное ведерко взял? Обливательное ведерко, к сожалению, не взял, но... У меня есть Патрик. Собака у меня есть. Кто, опять-таки, не в курсе, он наверняка придет во время дегустации. Но пока вот он сидит возле Руслана, он его чешет за ухом, поэтому сюда не идет. Ладно, я предпочитаю... Предпочитаю, предпочитаю. Пусть будут предпочитаю. Я предлагаю начать с овощей. Мне кажется, они относительно безопасны, и даже главпродукту их особо испортить не удастся. Огурчики, значит, у нас. Огурчики деликатесные, маринованные, главпродукт, стоят 130 рублей за банк. И это, честно говоря, довольно много, потому что банка-то маленькая. Банка маленькая, огурцы получаются дорогие. Маленькие такие, маринованные. И у них все делается в разных местах, я заметил. То есть это не какой-то гигантский завод, который перемолачивает все это в продукцию главпродукта. Это скорее вот какой-то сетевая история, потому что вот это Ростовская область, вот это вот Москва, оливки и маслины вообще испанские. Ладно, начнем с огурцов. Вот, раздвинули, попросил Руслана раздвинуть, действительно плохо видно. Ладно, огурцы. Опять-таки, что ждем от огурцов обычно? Чтобы они не были слишком уксусные, чтобы они не были мягкие, чтобы они были хрустящие, вкусные и со специями более-менее в меру было. Так, ну, как я ожидал, открываться они с трудом, но сейчас мы эту проблему решим. Так, огурцы пахнут, пахнут нормально, пахнут уксусом. Застанем, посмотрим. Слушайте, вообще неплохие вроде как огурцы, потому что хотя бы они не мягкие, то есть они тверденькие. Возможно, вот собака, если что, возможно, именно с овощами у главпродукта все хорошо. Нет. Поверьте, их я переборщил с тем, что они не мягкие. Они, знаете, не то, что вот как мочалка, но они какие-то вяленькие. Все равно покажу юнки. Это, во-первых, во-вторых, это галимый уксус абсолютно. Уксус, 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 еще раз уксус. Тебе огурцов не надо есть соленых. В общем, это такие себе огурцы. Я бы не сказал, что они прямо дрянь. Они съедобные. Господи, шкура какая жирная вот у этого. Ну, ладно, я их поставлю направо. Но, если честно, их можно есть. Но, честно говоря, есть огурцы сильно лучше. Но это хотя бы съедобно. Уже неплохо. Мы не тут не какой-то французский завод деликатесов разбираем. Это главпродукт. Если можно есть, то уже норме. Дальше, чтобы взять для разнообразия, давайте возьмем паштет. Паштет не простой, а паштет деликатесный, с гусиной печенью. Продукт написан высокого качества. Это очень прикольно, когда на банке производить можно писать, что это продукт высокого качества. Что бы вы там не подумали. Странно, что ГОСТ не ляпнули. Ну, да ладно. Так, 315 граммов у нас банка стоит, сейчас скажу, сколько стоит, 74 рубля. Ну, так-то неплохо для паштета. Если кто-то скажет, что я плохо открываю консервные банки, то я вам скажу, что сидя это делать крайне неудобно. Вот вы вначале сидя откройте консервную банку на камеру, чтобы это было красиво. А потом поговорим с вами. Итак, паштет. Вот такой вот он паштет. Ну, знаете, выглядит, выглядит, скажем так, излишне мягким. Ляпну на тарелку его. Вот, напоминаю, с гусиной печенью. И не баран чихнул. Пахнет, кстати, плохо. Бля. Вот это то, за что мы любим главпродукт. Во-первых, он слизкий. Он вот не как паштет мясной, который все-таки имеет текстуру, фактуру. Он просто как слизь. Во-вторых, он отдает какой-то плесенью. Вот честно скажу. Очень неприятный привкус. Прямо такой вот присневелый. Ну, и в-третьих, он просто невкусный. Тут чувствуется печень. В отличие от многих паштетов, которые у нас были в рейтинге паштетов, где вообще чисто какой-то вот чисто слизевый продукт. Здесь все-таки чувствуется чуть-чуть печенки, но это невкусно. И это я есть категорически вам не советую. Как во французском ресторане смена посуды. Дальше давайте опять-таки растительные продукции перебьем. Маслины. Маслины, сразу скажу, маслины не делают главпродукт, он не выращивает их на масленичном дереве. он их просто перепродает, а выращивает их в Испании. Давайте посмотрим, стоит такая банка 110 рублей. Открылась как пиво. С таким хлопком. Я вот подозреваю, что маслины это будет лучшее из того, что мы сегодня господием. Маленькие. Чуть-таки маленькие-то. Что-таки вроде не написано мини-маслины, но они очень мелкие. Очень мелкие. Ну, смотрите. С ноготь мизинца моего. Ну, это неплохие маслины. А что они будут плохие? Главпродуктов практически не касался. Только отметку свою поставил на банку. Я ожидал, что это будет норм. Это норм. Это идет сюда. Дальше рыбки съесть, что ли. Давайте килечку попробуем. килечка, балтийская обжаренная, главпродукт. Стоит эта радость 60 рублей за банку. То есть недорого, в принципе. Но не сказать, чтобы сильно дешево. Вот тут они разошлись. Наш главный продукт это качество. Главпродукт. Ваш главный продукт. Не буду никого обижать, но из моря в банку. В остром томатном соусе. Кто это для них делает? Это делают в Калининграде для них. Очень может быть, что это неплохо. Килька балтийская, исключительно балтийская килька. Знаменитого болтфлота. Опа! Что с килькой? Вопрос какой? Каша это, либо есть какая-то все-таки рыбная структура. Рыбная структура есть. Не скажу, что прям рыбка крепкий, но есть, есть, как бы можно отличить одну рыбку от другой. Это норм. Опять-таки килька, вот смотрите, но вообще конечно погорячился для того, структура какая-то есть. Ну да, каша, на самом деле каша. Это я не вилкой сбил, это вот сверху, короче, три рыбки нормальные, а снизу и она как же обжарена, она херово, прямо скажем, она такая белесая. но это съедобно, хорошо. Смотрите, пока главпродукт идет от успеха к успеху, от победы к победе. чтобы дальше взять, давайте голубцы. Голубцы ленивые, ленивые, то есть там не будет завернутых капустные листья голубцов, там будут какие-то либо котлетки, либо просто масса. это стоит 89 рублей, 89 рублей. Давайте посмотрим внутрь. Переверну, потому что банка примятая слегка. Вот я брал от главпродукта, вот сейчас чуть-чуть не нашел, макароны как-то по-флотски. Это был ад. Это был жир с жиром. Ой. Ну, то, что я ожидал, в принципе, такая вот каша малаши. Такая вот каша с очень грубыми капустными листьями. Если вы делали дома голубцы ленивые, то вы должны знать, что так они выглядят не совсем должны. Конечно, сейчас кажется, что надо было разогреть. Сейчас попробуем. Если тут прям жир жиром, то мы конечно разогреем, но мне кажется, что разогрев не особо поможет. то очень плохо. Это очень-очень плохо. И Минат говорит про разогрев. Разогрев тут вообще не поможет. Это масло растительное на вкус. Небольшим количеством томатной пасты парфюмерным привкусом. Вообще, конечно, это с одной стороны это довольно много еды, полкило. Полкило еды за 90 рублей. Но вы знаете, я не готов до 60 рублей платить за такую еду. До свидания. Так, что у нас дальше? Ну, быстро, кстати, двигаемся. А шампиньоны. Шампиньоны резаные, главпродукт. Цена на 150 рублей за банку. Довольно, кстати, много. Это у нас делают для них так, это Москва. А, вот, нет, это нихера не Москва. Это вообще Китай. Китай, а главпродукт только импортируют. Сейчас посмотрим, что они там наимпортировали. Что там у них Китай значит делает. Но вообще за шампиньон 150 рублей, я вам скажу, это не дешево, нихера. После голубцов такое ощущение, как будто съел какого-то старого старого деда, я хотел сказать, залежавшийся в холодильнике кусок колбасы, вот, блин, еще и полил его сверху каким-нибудь маслом в том же холодильнике лежавшим полгода. Ну шампиньоны, шампиньоны, они есть шампиньоны. Сейчас под камеру поставлю. Вот высоковато банка, ладно, выложу чуть-чуть. Шампиньоны, они шампиньоны есть. Их порезали и собственно они порезаны. Фу! Какое говно! Ужасное! Нет. Это кажется, как какие-то резиновые ломтики резины, которые лежали в ванне из-под рыбы почему-то. То есть вот тут есть какой-то привкус рыбы, привкус резины. Может просто выскажите вилка в рыбе была? Нет. Я не знаю что с ними делать. Куда их? В пиццу разве что? Наверное как всю пиццу испортят. Не это гадость. Это откровенная шляпа. Как бы Руслан поднял вопрос, который всех интересует. Как это вообще делается? Вопрос в чем? Как делаются вот эти все главпродукты? То есть как они составляются у них же есть технологическая карта? не просто так консервы. Они же не делаются так, что привезли в лес грузовик рыбы, они вилами разгрузили, по банкам кое-как распихали, запарили и так далее. все посчитано. Там же машина, техника, специально люди сидят, люди просчитывают, что вот мы должны сделать голубцы. Для людей должны сделать голубцы. мы возьмем 15 граммов мяса, 60 граммов сала, 100 граммов капусты, 5 вот томатной пасы, ну-ка идите-ка сварите в нее. Приходят, дают, он такой берет вилку или ложку и такой не, говно переделай. Давай соли поменьше, главного листа побольше, какой-нибудь что-нибудь еще потрем туда какого-нибудь морковца и давай это иди вари. Возвращается он, значит, такой сколько стоит? Все-таки ну 120 120 не укладываемся, ребят, давайте так мясо чуть-чуть уберем и так по идее они должны бегать к этому технологу пока они не добьются соотношения цена-качество такое, которое устраивает предприятие. Но тут мне кажется, то ли у них пьет технолог главный, то ли у него кукуха свистнула где-то. Я не гипотетически говорю, не оскорбляю никакого конкретного человека. Но короче, какая-то у вас ребят с этим делом. Потому что вот эти голубцы может только шизофреник соорудить. Я серьезно говорю, это какой-то нет, съедобно, блин, это все съедобно, но это не хочется есть, понимаете, в чем прикол-то. Понимаешь, что если тебя посадить на цепи и пихать это в миску, насыпать, ты через полгода будешь жрать что угодно. Но если у тебя есть выбор, нет, я не буду это брать. Шпроты, дошли мы до шпрот. Ребята, вот вообще, видите, мясо и, короче, и каши, и все на свете, и все нормально у них. Шпроты, 108 рублей. У нас был обзор на шпроты, они задели, я помню, последнее место там. Но к вкусу особых претензий не было, была претензия к сохранности шпрот, потому что они были разваленные. Сейчас посмотрим, что у них здесь. Потому что если там вы могли сказать, что мы что-то раздербанили там за кадром, то тут вот, все при вас онлайн почти, только в записи. Так как это, как кремлевская пресс-служба, все перед вашими глазами только в записи. Открываем. О, а это норм, кстати. Видите, вот, не соврал. Нормальные шпроты. Блиноватенькие, но целенькие, целенькие шпротицы. Нормальные, вот нормальные шпроты. Могут же, когда хотят. На вкус удобно. Не уверен, что это лучшие шпроты на земле. Но нормально. Никаких претензий к ним нет. Не пересоленые, не разваливаются, не какие-то еще неприятные. Нет, нормальные копченые шпроты. Идет направо без вопросов. Вы заметили тенденцию небольшую такую? Если начинать шампиньоны, то все, что они делают не из мяса, можно есть. Можно есть. Кроме шампиньонов. Шампиньоны скажут. Ладно, давайте к деликатесам обратимся. Языки свиные. Языки свиные стоят у нас 175 рублей. За вот такую баночку сколько весит эта баночка? Где вот, в Орловской области? А баночка это весит? Баночка сколько весит? 250 грамм шампиньоны. Мятая, конечно, но что делать? Давайте посмотрим, что это неаппетитно выглядит. Выглядит, ребят, неаппетитно. Желе какое-то смурное. Но вроде это действительно языки свиные. Тем не менее. Ну да, это куски языка свиного. вот тут как бы ну в принципе в принципе на уровне посмотреть все неплохо. Вот он. Ну тут конечно есть желешка, в принципе да, это в основном в основном свиной язык. Его много довольно-таки. Ну полная банка. Я ничего не могу похолосать. они мягкие. Как бы пересола нет, гадости никакой нет. Жил нет, сала нет. Нормально? Нормально съедобная еда. Вот без вопросов сюда. Вообще без вопросов. Видите, если вы будете говорить, что я какой-то хейтер, то что нормально, то нормально. Все, вот туда сразу же. Пока кстати счет в пользу Василия главпродукта, явно в пользу главпродукта. 5-3. Но, опять-таки повторюсь, у них разные заводы. На одних заводах может быть что-то приличное будет, на других что-то менее приличное. Но мясной продукт, ответьте, мясной продукт, главпродукта, съедобный. достижение. Правда, я ел точно такие же от знатока, и они были вкуснее. Я думаю, соответственно, в битве они бы уступили знатоковским. Но, но, у нас тут не битва, сравнивать не с чем, и мы оцениваем съедобное, не съедобное, как в игре. Съедобное, не съедобное, будешь есть там говны свиные, хоп, поймал мячик, ешь, не поймал, не ешь. Вот, я поймал мячик, свиные языки, нормально съел. Как мог я откладывал эту, эту вот, эту вот поделку, потому что это мясо кур за 130 рублей. Акция, причем тут написано, что значит акция, акция, че акция. Ладно, акция, значит акция. Какая-то акция, конечно, надеюсь, не террористическая. Посмотрим, что там у них за куры такие. Какое у них сегодня мясо. Ой, да. Вот. Вот оно пошло веселье. Ну да. Ну да. Нормально. вот взяли мы пол банки здесь. Пол банки. Ну, не пол, ладно. Нет, пол банки, да. Посмотрите, там, конечно, в банке осталась в основном жижа, но там вот, вот, все. Вот, а половину мы выложили только консервы. А так, тут две кости, три кости, четыре кости. есть акция современного искусства, когда срут в баночке. Вот это, по-моему, акция имелась в виду именно вот та самая. Вот, короче, можно жить со всеми консервами, можно жить, пока ты не доходишь до мяса кур. И вот как только ты дошел до мяса кур, жизнь твоя прекрасная кончается, потому что вот это вот у тебя тарелки, вот это несъедобное месиво из костей, кожи. Вот это вот какой-то вот слизи. Ой, и это совершенно не, я не буду перепробовать даже, потому что это отвратительно. Все, это туда, а это вот сюда. Ладно, два продукта у нас осталось, тушенка и каша. Давайте пойдем к каше. Каша гречневая с говядиной. 66 рублей банка вот эта стоит. Ну, то есть недорого, в принципе. Недорого. Надо тут все выкладывать, я думаю. Это каша гречневая, тут мы выкладываем все. чтобы потом не сказали, что вот мясо мы на дне где-нибудь осталось, или мы ее выкинули куда-то. Вот, да, вот на дне сытлялось мясо. А так бы вот выложили, бы и не узнали об этом. Или это не мясо? Или это нет, это не мясо, это просто гречка потемнела от возраста своего. Пес, ну вот давай каши тебе дам хорошо гречневой. Кусок каши тебе дам. На. Хотя это главпродукт, я бы на твоем месте постерегся, родной. Пес пятится, он не хочет есть главпродукт. Он ладно, решился. Голод не тетка. Должен быть, мне кажется, это должен быть слоган главпродукта. Главпродукт, голод не тетка. Не. Там просто гречка. Не скажу, что она противная. Не скажу, что она гадкая. Знаете что, давайте мы ее сейчас отставим пока в сторону, а потом разогреем, наверное. Пока. Сейчас давайте на тушенку посмотрим, что там в тушенке. Потому что, возможно, мне придет идея разогреть и то, и другое, чтобы посмотреть, сколько в тушенке мяса, сколько желехи, сколько чего всего. И чтобы второй два раза плиту не включать. Ладно, поехали. тушенка. Я не говорю, сколько она стоит, немножко я забыл. Потому что это сюрприз. С кольцом, обратите внимание, единственный продукт, главпродукт с кольцом. Опа! Банка тяжелая, как будто полное мясо. Слушайте, она правда с мясом? Да? Да, смотрите, это мясо с банком. Смотрите, 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 ребят, ребят, чудо, чудо, диво, диво. Полная банка гавпродукта говядины. Прям говядины. Вон, прям волокна. Смотрите, смотрите. Чудо! Кстати, съедобное. Съедобное. Хотя, я сейчас помял, конечно, лепоты часть просела, и все-таки жерехи тут дохера. Ну и мясо... Ой, нет, слушай, это магия. Нет, слушайте, я все-таки погрею. Может, что-то какая-то магия происходит. Я какой-то кусок сожрал, и он был прямо мясом. Ну, значит, что-то какое-то волшебство колдовство начало происходить, оно прямо рассыпается на глазах, и приращается в ничто. Ладно, сейчас я плите, разогрею кашу, разогрею тушенку, и уже вынесем им окончательный вердель. Так, вот смотрите. Так получилось, что 80% банки тушенки, скажем так, растворилось в пространстве, и получилось у нас вот это. Это тоже как бы съедобно, да, потому что это вот мясо, конечно, все, то, что не расплавилось, это мясо, не жира. Ну вот, есть жилки, конечно, но, как без них? На вкус такой себе, если честно. Ел я тушенку, но это вообще живо, вот это живо, вот это все, кусок весь. В чем, собственно, шуточка-то тут была? В том, что мы взяли не обычную тушенку, главпродукт, а экстра. Экстра. Тут на банке написано экстра. И знаете, сколько стоит эта экстра? Ну, вот сейчас на паузу просто поставьте в видео и напишите в комментах, сколько вот она стоит, как вы думаете? Вопрос. А я скажу, отжимаем паузу, то есть вы в этом не услышите. Зачем я говорю, отжимаем паузу? Вы же явно не услышите, как я говорю, отжимаем паузу. Ладно, похер. Надеюсь, что вы опять со мной. И, внимание, цена тушенки вот этой банки, вот это вот, вот это вот. 280 рублей. 280 рублей. Это какой-то, это дико дорого. За вот это вот, вот за вот это вот, за вот эту вот кучку мяса раз, два, три, вот которые я съел, четыре, четыре больших кусочков, различных, пять, шесть, семь, восемь, девять, и девять небольших кусочков. И за жилы, и за желешку. А идите-ка вы нахер с такими, извините меня, ценами, таким соотношением еды и денег. Я ставлю это вот сюда. Да, это можно есть, но это не нужно покупать. Это безумие покупать за 280 рублей тушенкового продукта. Просто безумие. Перейдем к каше. Каша. Каша, значит, 66 рублей ваша. Вот. Давайте, смотрите, я ничего не выедал тут специально. Не находил какие-то кусочки мясные. Ну вот. Где? Кто найдет конкурс от главпродукта, кто найдет в каше кусочек мяса, хотя бы маленький, маленький, крохотный кусочек мяса, тот получит приз. Ящик тушенки главпродукт за 280 рублей. не от меня. Если шел, кто прибрется ко мне с мясом, я того пошлю нафиг, потому что я придумал конкурс от главпродукта, в нем они тоже не участвуют, поэтому это все шутка. Джок. Ис-джок. Шутко. Если вы по-русски не разумеете. Смотрите, пока это было не разогрето, можно было есть. В разогретом видео это приобрело вкус лежал какой-то лежал, знаете, как будто свечой стеориновой закусил, откусил гречки, откусил кусок стеориновой свечи. Нет, это я, учитывая набор каш, это я брать не буду. учитывая, что каш на рынке МелиАрт. Вот такие у нас сегодня результаты тестированы 11 продуктов главпродукта. Извините за эту автологию, в которой весь выпуск был главпродукт и главпродукт, товар главпродукт, хорошо, давайте так скажем. Что в результате мы имеем? 5 банок с той стороны, 5 банок с той стороны, и я подумал-подумал и тушенку поставил посередине, потому что она съедобная, но своих денег не стоит точно, абсолютно точно. Но прикол-то в чем? Знаете, сколько в нормальной компании должно стоять банок слева? Ноль! Ноль банок должно стоять слева, потому что это банки, за которые я отдал деньги и получил говно. Банки, которые, еда в которых не должна употребляться людьми. Банки, за которые деньги выброшены, зря. Таких банок вообще, в принципе, не должно быть в магазинах в России. Не должно быть, чтобы 50 на 50, норм компания, типа 50 на 50, повезло не повезло. Лотареи. Нет, такой вот, такой лотареи не должно быть. Должно быть, что ты купил банку, пришел и гарантированно это хотя бы смог съесть. Потому что вот это вот мясо кур, это просто, это просто нечеловеческое говнище. Это кости с каким-то слизью, вонью какой-то. Вот эти голубцы, я не знаю, какой мозг додумался из этих голубцов. Это такой ощущение, как будто медь за садик. Знаешь, и накрою всех, может быть, попадется та тварь, которая кормила меня в садике голубцами, пальцем мне в горло проталкивая. Сделаю вот это, пусть жрут собаки. Нет, спасибо, я не буду это есть, у меня есть выбор. Я могу купить продукцию другой компании, зачем вы это делаете? Я не понимаю, почему в каше нет мяса? Почему в каше нет ни кусочка мяса? Во всей банке каши ни одного маленького кусочка жир, ни то какой-то прогорклый, отдающий старой стериновой свечой. Какой-то просто завтрак Робинзона Круза, который ест сальные свечи, спасенные с корабля, потому что ему жрать больше нечего. Потому что пиньоны просто адские, просто адские. Это резиновая воняющая рыба и херня. Я их просто выброшу, я все это выброшу, но шампиньоны выброшу по-собому удовольствию. Мясо цыплят и шампиньоны. И вот эта слизь просто. Паштет. Тушенка, тушенка, ладно, тушенка, тушенка. Мясо есть, да, ее можно жрать, но 280 рублей, серьезно. И увидели, что с ней произошло на сковородке. Я просто растаял. Мираж. За 280 рублей я купил галлюцинацию. Потому что можно есть огурцы, на самом деле я бы вот сюда переставил, потому что они херовые, они мега уксусные, мягкие и, короче, беспонтовые. Ладно, ну поставил, пусть стоит там. Да по рассолу видно. Вы же понимаете, что когда рассол вот такого цвета, вот совершенно мудного, значит не то. Дальше, к оливкам никаких вопросов. К оливкам никаких вопросов. Оливки норм, очень хорошие оливки, только маленькие. Если вам, для вас принципиально, чтобы они были большие, то покупайте какие-то другие. Эти, ну на вкус нормальные. Языки, ну языки свиные, да, вот тут как бы, чё, почему? Это какой-то вот луч света в темном царстве. Как будто у них вот этот самый технолог уже вышеупомянутый, безумный, слег окончательно в дурку и пару дней за него поработал какой-то его помощник, который сделал нормальные консервы разработал. Как вариант, я не знаю, что там было, не знаю. Но языки съедобные. Кстати, никаких претензий к шпротам, вообще никаких претензий. Шпроты норм, вообще. Крепенькие, копчененькие, вкусненькие, нормальные шпроты. Килька, ну килька кашеобразная, честно скажем. Мы ждали чуть поровнее, покрепче, но съедобная, нормальная, томатная паста, килька. Короче, когда речь заходит о рыбе и овощах, это такое еще, может быть, но когда речь заходит о мясе, это до свидания. Потому что кроме языков каких-то прибудных, все остальное, ну это сон дьявола. Это просто какое-то наваждение сатаны, это не надо это покупать. я как бы, чтобы главпродукт на меня в суд, не дай бог, не подал. Ничего личного я к вам не испытываю. Это личное мое мнение все. А вы, может, объедаетесь, вы, может, домой приносите, голубцы эти детям скармливаете килограммами. Да, потом вы не, понимаю, что потом вы не сможете спать в старости, потому что будете бояться, что вас удушат подушкой. Это мое личное мнение. Но, тем не менее, возможно, вам действительно нравится. Кто вас знает? Разные люди бывают. Но лично для меня это ад. Извините. Вот такой обзор на главпродукт. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, рассказывайте об этом друзьям. Может, у вас есть друзья, которые не знают, что такое главпродукт? В счастливой какой-то стране живут, где этого нет. Расскажите им, пусть порадуются, посмеются над вами с вами. В конце в соцсети заходите. Там у меня много интересных разных историй. В Телеграме я имею в виду, особенно. А в Инсте фоточки красивые и мы расспрашиваем всякие милые вопросы. Шаляй-валяй, лю-лю-лю-сю-лю. Вот. А я всех люблю, кроме некоторых. Пока. Субтитры подогнал «Симон»!